Очередной осенний день, и мне, как всегда, не сиделось дома. Ведь скоро листья опадут, и не будет такой красоты. И вот мы в пути. Первая остановка была у интересной скульптуры Лиса и Журавль. Где-то читала, что таких было несколько по Латвии, а осталась вот только одна. Ее недавно привели в порядок, подкрасили, и выглядит красиво. А потом была остановка в Малновском поместье. Сейчас там училище, техникум, но территория большая и интересная. Самое главное здание, поместье, конечно, оно уже перестроено, не такое, как было раньше, но все равно выглядит очень красиво. Осенний парк. На деревьях уже совсем мало листьев. Все уже опали. Но выглядит этот ковер замечательно. Есть там и старые деревья, охраняемые государством. Сколько же им лет? Вот такое вот красивое тут все вокруг, листья, желтое все. Идешь по каким-то аллейкам, выходишь по каким-то подвалам. Каминная стена вокруг всего поместья. Интересно. Долго мы ходили по этому парку. Наслаждались тишиной. А вокруг вот старые здания. Да, очень понравилось. А тут вообще, я думала, что было с такими колоннами. А это всего лишь клеть. У техникума еще цветут розы. Вот нашли такую вот картинку красивую на стене. Ну, а тут бухгалтера и механики учатся. А это уже Карсово. При входе в парк, вот такая вот арка красивая с цветами. А посмотреть в другую сторону, два костела католических. Деревянный и кирпичный. Как я прочитала, это единственное в Латвии место, где вот бок о бок стоят два костела. Ну, а потом мы поехали искать православный храм. И вот он, красавец, деревянный. Да, в каком-то году он отреставрирован. И это все так красиво. А купола, каждая деревянная деталька. А это местный житель, который подошел ко мне. Решил приласкаться. Красавчик. Вот как это все красиво смотрится. Замечательно просто. Ну, и дальше мы уже поехали вперед. Вот, выехали из Кар-Савы. По дороге встретили две косульки, которые не пугались. И тут наткнулись еще на один храм. Уже деревянный. Вот такой интересной конструкции. Там было много чего-то написано об этом храме, но я этого не помню. И поэтому рассказать мне как бы нечего. А тут вот была как бы цель нашей поездки. Вот эта скульптура «Огонь в лесу». Честно скажу, ну, как бы интересно. Там можно посидеть для медитации. Но в этот осенний день мы точно медицировать не собирались. Мы перешли через такой мостик и направились искать вышку. Конечно, хотелось посмотреть вышки на красоту края. Сейчас же красиво. Желтые листья. Вышка невысокая, но вид обалденный. А все потому, что мы вот стоим на горке. И как бы впадина такая. Там озеро. И это опять деревья поднимаются вверх. Очень классно выглядит. Вид замечательный. Хотелось долго на ней стоять и любоваться этой всей красотой. Но время поджимало. Уже совсем вечерело. А сумерки у нас теперь рано. Тем более в такой осенний дождливый день. Ну и, конечно, не стали задерживаться и отправились дальше. Проехали разваленные поселка Роскулева. Как оказалось, там вообще интересная история. Когда-то он принадлежал графу Толстому. А потом матери, если не ошибаюсь, Николая Первого. Но сейчас там почти ничего нет. Дорога была ужасная. Яма на яме. Ехали медленно. И доехали мы до Роговки. Я так и не поняла, почему Роговка и Наутренне. Как бы два названия. Ну, Роговка. Везде было написано Роговка. И поэтому будем называть это Роговкой. Вот такая вот старая картина на здании, которую я тут нашла. И опять-таки католический костел. Большое насильное здание. Немножко я там побродила. Полюбовалась всеми этими пейзажами. И, конечно, нужно было идти к машине и ехать дальше, домой. Ну, вот тут мы уже едем в сторону Резикна. Вернее, трассы Резикна Корсава. И по пути попался вот такое замечательное озеро. Да и вид в другую сторону был не хуже. Хуже. Уже совсем вечерело, когда мы приехали в Лозелскаунс. И мы увидели купола храма. Ну, конечно, мимо такого мы не могли проехать. Вот он. И здесь похоронен под его стенами генерал-майор Яков Петрович Кулиев. Храм с колоннами? Что удивительно. А сколько колоколов на колокольне! Наверное, здесь по праздникам обалденный звук от них, когда звонят. Вокруг храма кладбище. Приезжали к Резикне, уже когда было совсем темно. Ну, вот такая вот экскурсия. Впечатлений много. Все понравилось. Конечно, немножко подвела погода, но это мне не сиделось, как обычно, дома. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok